Всем привет! Сегодня у меня очередная распаковочка. Это две посылочки. Одна с Японии, вторая с Питера. И, собственно, начнем с меньше. Здесь два картриджа, два Гандамом. Они у меня идут на реплику. Кстати, интересная штука. Уже наклейка поверх наклейки. Топ бой. Может быть, какой-то магазин, который был или есть на текущий момент в Японии. Это два картриджа на ММС-3. Один картридж с батарейкой, второй без батарейки. Они пойдут у меня на реплики, так как эти игры неиграбельны, в принципе. Поэтому они у меня пойдут на реплики. Ну, как обычно. И вторая посылочка. Блин, опять посылка такая. Трубка, точнее. Так вот, повторюсь, вторая у меня посылка, значит, с Питера от склада номер 18. Я там заказывал много всякого. Вот. И сейчас посмотрим, что до меня доехало. Так. Первого на первого это покемоны. Покемоны. Да, геймбой. Обычного первого геймбоя. Уже с какой-то наклейкой. Желтый, зеленый и красный картридж. Опять же, я в них играть не собираюсь. У меня будет небольшой проект, о котором вы узнаете позднее. Так. Это... Ага. Это две платы на N-ROM. Тоже должны быть какие-то гандемы. Или не гандемы. Ну, это что-то, короче, должно быть. Не суть важна. Они, опять же, уходят на переделку. Как бы... Согласитесь, реплика с таким вот... Такой платкой оригинальной будет куда лучше выглядеть, чем отдельное что-то там. Так. Ага. Пачка блистеров. Нет. Наверное, он их всё-таки делает. Я не знаю. Хорошо. Так. Дальше. Вот, наверное, надо убрать. И... Самое-самое... Вот. Помните, да, что я рисовал, обрабатывал и делал. Так вот. Так вот. Вот он. В таком виде. С типографией. Всё как положено. Не знаю. По мне так очень даже шикарно. Как вы считаете? Мне кажется, можно было даже особо и не рисовать, обрисовывать. Качество это офигенское. И это ещё не всё. Так. Надо сейчас это аккуратно открыть. Блин, красота какая. Аж открывать жалко. Вот так. Двойной стороны ламинация. Даже пахнет красотецким. И... Тут... Тут... Картридж. 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 Теперь уже не помню, что за картридж. Для чего он мне... Что-то я для чего-то опять же для какой-то реплики просил. И здесь. Ну, я был уверен, что вы не подумаете, что здесь всё-таки обоих русалка. Нет. Русалка мне ни к чему. У меня, в принципе, она есть. Поэтому... даже, в принципе, короткие. Кстати, вот здесь ламинированный зад. А здесь... Ну, в смысле задняя часть. А здесь не ламинированный. Не вспомню, как он сейчас обзывается. Но... Это... Хороший... Хороший такой... Вариант для переделки в Control. Всеми нами известную и любимую Control. И не просто Control, которая идёт американкой, а именно на... А именно на маппере... Насколько помню VR6. Но могу ошибаться. Может быть и VR2. Ну, в общем, не суть важна. Особо в слова мы не вдавайтесь. Но... После переделки это будет Control. Со всеми анимациями, со всеми вставками и роликами. Настоящая японская Control. Вот такие вот дела. Вот, собственно, такая вот распаковочка. Ну что... По коробкам, конечно, я офигел. Клёво. Здесь единственное, чего не хватает, это... 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 Стикера Микки Мауса. Здесь должен быть логотип о том, что на территории, по-моему, Японии не разрешатся использовать продукт Disney, что ли. Что-то типа того, я сейчас не помню дословно, но что-то типа того там и было написано. Я этот клубокип тоже делал. И то, что эти наклеечки, возможно, когда-нибудь появятся. Ничего утверждать не буду, но при не менее. Блин, клёво. Клёво. Я думаю, что есть у меня ещё некоторые варианты, которые я бы заказал. Всё как положено, как в оригинале. Со всеми вставочками, со всеми предупреждениями и лицензия. Вот такие вот дела. Клёво, клёво. Огромное спасибо за это Владиму и его складу. Я, конечно, не ожидал, что он мне пошлёт эти штуки. Ну, в принципе, не знаю, я не больно и просил. Ну, видимо, потому что я сделал эти коробочки. Точнее, полиграфию с их сканов как бы обработал полностью. Ну, вы видели там часть, которую я делал с русалкой. Вот. Такое вот видео она теперь. То есть, решили, что пару копий мне закинут. И мне это очень приятно. Вообще клёво. В общем-то, вот такая вот распаковочка скромная. Вот этот карточек я чьи-то даже не помню. Ничего он нет. Ну, я думаю, что разберусь на смотреть, что там за макер. Но здесь точно два MMC3. Это сто процентов. Один он пойдёт на Марио. Марио узнаете, какой. А второй не скажу, пока я не большой секретик. Может быть, когда-нибудь я и реализую. Хотя, может быть, я сделаю видео или стрим о реплике этих двух картриджей. В общем, будет видно. Всё-таки клёво. Да? Если вы считаете, что это клёво, то ставьте лайк. Я буду вам за это очень благодарен. В общем-то, вот такая вот распаковочка скромненькая. Спасибо ещё раз за предоставленное всё, что я хотел. Складу номер 18 и самому плывовщику Вадиму. Всё круто, всё классно. Спасибо. В общем, всем хорошего настроения. Всем приятного времени суток. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok